Зимняя сессия Зимняя сессия Зимняя сессия Зимняя сессия декабря. Два раза в год. А какие этапы проходит призывник? Ясно, что они вообще известны. Человек, подлежащий призыву с 18 до 27 лет, не имеющая строчку от призыва. В данном случае мы говорим со студентами, это те ребята, которые заканчивают вручение. Им положено служить. Приходит повестка. Сначала на ознакомление, проведение медицинской комиссии. Потом повестка приходит на заседание призывной комиссии в районе, в городе. Ну, если Казань, то у нас здесь 4 военкомата, будем говорить. Они называются сейчас отделами. Это как 4 района, так и 4 военкомата. Там проводится заседание призывной комиссии. Ему указывается время, когда ему нужно прибыть на отправку. После этого он приезжает на сборный пункт у нас. В Привозском районе на Крутовской 20 отличный сборный пункт. Патриот там вместе. Две структуры находятся. И в течение двух дней там он проходит еще медицинскую комиссию. Повторную. Естественно, мы перепроверяем все показания медицинские, которые были определены в районе. определяется ему соответственно номер команды. Хотя я ему могу сказать об этом и вот по его желанию, если он скажет, он готов там по здоровью проходит, по всем показателям. Для каждого вида рода войск у нас есть свои показатели. Ну, многие интересуются, к примеру, десант, да? Воздушный десант. Или морская пехота. Элитные, элитные, да. рода войск. Один входит отдельно в род войск, как воздушные десантники, а морская пехота, военно-морской флот ходят. Соответственно, он должен обладать соответствующим категорией А, А1 здоровье этого, значит, и соответствующим весом, ростом и так далее, и так далее, и так далее. Имея соответствующее образование, ну, здесь в этом плане проблем нет, кто выше имеет образование. И ему будет сказано на призывной комиссии, а на сборном пункте уже будет подтверждено. И офицер, прибывший с этой части, с ним проводит беседу, и после этого оно бывает. Вот такой вот, в общем-то, общепринятый порядок работы. Но за этим много стоит разных вопросов. Прохожение медицинской комиссии, конечно. Это хорошо, когда все нормально. Потом, если что-то не так, то мы отправляем на обследование в лечебное заведение города Казани. Там проверяют. И выносится решение по этому парню. Будет он служить или не будет служить. В общем-то, наверное, это один из таких самых больших проблемных вопросов. Кроме этого, с ними беседует психолог с каждым из них на сборном пункте. Мы тоже определяем. Это тоже немаловажный вопрос. Тестирование на потребление наркотиков проводится. проводится. То есть, довольно-таки серьезный отбор. Все должны понимать, что службы вооруженных сил должны быть подготовлены физически, в первую очередь, морально. Это, наверное, тоже главный показатель, потому что без этого никак. И в целом, подготовленные юноши указанное мною возраста. Вот такой порядок. Призываем мы уже несколько лет по 4 тысячи, в год 8 тысяч. Вот сейчас, в 1 апреля, мы будем приглашать на медицинской комиссии. Приглашаем в 5 раз больше. 20 тысяч. Из этих 20 тысяч мы выбираем 4 тысячи, которые будут служить. Это повсеместная работа. То есть, она таким образом идет. Вот такая, в целом, схема. Если какие-то дополнительные вопросы, я могу дать пояснение по каждому из них. Ну, вот есть вопрос, это как проходит медицинское свидетельство, призывник? Ну, 8 врачей в каждом районе медицинская комиссия. Эти врачи назначаются в Министерство здравоохранения. По что-то только у нас один фельдшер в инкомате района. Вот они проходят все этих 8 основных врачей. Да, проходят и везде должна определиться категория годности. У нас идет разгравка. Я говорил А, Б. А, Б это полностью годен, Б это годен с ограничениями, но мы тоже их берем. Остальные категории Г и Д, они это негодные. Вот определяется, как по какому-то из, например, по зрению он негоден, по всем показателям он годен, там, хирург, терапевт, атеронолог, окулист, там все прошел, а вот, да, окулист, на зрение остановились, да, значит, вот если у него не соответствуют показатели всем медицинским комиссиям, то он пишет, что негоден, он служит в армии не будет. Есть специальная медицинская литература, где эти все показатели определены, конечно, мне, я и, в общем, основные моменты знаю, но это, конечно, с медиками надо говорить конкретно, ну и каждый из этих ребят здесь сидящих наверняка знает свое состояние здоровья и тут проблем-то нет, мы же, у нас система медицинского обеспечения неплохая и мы, в принципе, с нуля мы начинаем обследование наших рожденных уже детей, находится все это в поликлинике и, естественно, мы эти тоже взаимодействуем и определяем. А есть ли какие-то нововведения именно в этом весеннем призыве? Нет, нет, такого ничего, во-первых, он еще не начался, он начинается с 1 апреля, но что-то такое что-то такое вот из пока предварительно осталась тут неделя, да, пока предварительно ничего не было. В прошлом году мы осенью начали давать поседневную форму одежды впервые за многие годы вот такая форма одежды, как на мне, такую же одежду получают сейчас и наши призывники все в России. Она очень удобная, симпатичная, только вместо ботинока берцы вот это было нововведение. электронная карточка призывника выдается уже к два года, карточка Сбербанка, вернее, ВТБ-24 выдается уже года 3 или 4, это все на сборную, каждому будет выдан телефон от республики, модирование полностью, все там, нет, три соревнования от иголки с ниткой до соответствующих вопросов, которые необходимы. Будет, значит, два года назад введены комплекты призывника, так называемые насессоры, очень удобные, там можно и побриться, и умыться, и там, соответственно, очень хорошие комплекты эти выдаются. Мы выдавали до этого сами, но теперь министерство обороны взяло на себя такую функцию. Вот такие вот моменты, мы их каждый раз говорим, это уже не новое, но, в общем-то, довольно-таки надо всегда об этом напоминать. мобильные телефоны мы единственные в России выдаем. Ну, конечно, не айфоны, пятые, шестые, это понятно, обыкновенные, значит, телефоны, которые можно поговорить, 30 минут, да, 30 минут бесплатно, это в день? Месяц. В месяц. Да, в месяц. И 10 см. В день, да, конечно, в день. Там уже тогда не до службы будет. если остальное доплачивай сам. Если девушку любишь, так 30 дней, 30 минут, конечно, надо звонить ей каждый день. А разрешат? Да, звоните, пожалуйста, в установленное время. Сразу, чтобы это, наверняка, вопрос такой всегда возникает, как, почему в армии разрешают по телефону говорить. Ну, во-первых, это уже такой вопрос, как бы уже прошедший этап. Все разрешают. Ну, когда стоишь на огневом рубеже и стреляешь с автомата, конечно, в это время ты ничего не будешь говорить по телефону. То есть, на занятиях, на занядах, на каких-то учениях это дело, конечно, уменьшается. А так, в вечернее время, пожалуйста, пожалуйста, звони. Сколько хочешь, разговаривай. Я вот сейчас тоже, нас интересно было, сейчас наверняка там вопрос будет, как живут наши солдаты. Сейчас вот сборы были с нами, с генералами в Тоском, в Оренбурге. Ну, и командующий принял решение, поживите в казарме, посмотрите, как ваши солдаты. Ну, мы и так знаем, как они живут. на самом деле, кубрика, система, кубрики, три койки, душ, отдельный туалет, там сушилка, условия, ну, да, я еще специально обратил внимание, на такая же, вот, ну, чуть пониже там подушки стоит розетка. То есть, раньше, если жили в казармах, там по сто человек, проблемы, конечно, с зарядками были, сейчас проблем нет. Это во всех казармах, по-своему, это я уже думаю, что, наверное, вот, в большинстве своем, особенно, в обществовых частях, где, по-моему, большое количество людей, очень удобно, но к этому, вот, где бы мы ни ездили, с Ирина Харисовна, и везде вот так. Но, в другом, этот, если такие условия по-другому созданы, там специально сделаны такие места для хранения, старшина за это отвечает, зарядные комнаты ездим можно зарядить. То есть, это все продумано, и я думаю, что этот вопрос, наверное, и не требует какого-то сильного обсуждения. То есть, даются такие все равно условия, комфортные, вот, только идите и служите, ребята, не бойтесь. а какие могут быть условия в российской армии созданы в одной из лучших в мире? Какие условия созданы, нормальные условия? Как мы должны относиться к людям? Почему-то мы должны, в одном мире жить, в нашей стране, по одним законам, а в армии по другим. Так и как везде положено, так и живут, и, соответственно, много очень изменилось, очень много, я вот поверьте мне, за 43 года службы, много чего поверил. Конгрессное лицо. Да? Прогрессное лицо. Да, конечно. Это даже вот тут, откровенно говоря, ветераны, как-то мы сидели, все рефористы, выступали, ветераны, и даже возмущаются, что вот, ну, слишком уж созданы. французские школы. Иногда надо немножко, как бы, это пройти, эту школу, она армейская, она все-таки должна какие-то создавать трудности, чтобы было потом легче. Ну, и поэтому вопрос там, среди девочек, мамой, сейчас армия не та, вот, сделает ли это армия, уже все по-другому начали. Мужчину настоящего. Ну, вот, разные, конечно, есть. Нет, если раньше было, как это, знаменитые, там, слова, значит, Ленина Ильича Брежнева, что армия должна быть сколой мужества, сколой, там, воспитания, сейчас немножко изменились позиции. Сейчас мы выбираем лучших туда. Нам некогда воспитывать людей, нам их надо научить за год, получить воинскую специальность, и он уже должен быть готов к этому. То есть, эти моменты, вот, надо понимать. Ну, в целом, вот, за этот год, конечно, он получает много. Пожить в воинском коллективе, среди ребят, обрести друзей, естественно, получить воинскую специальность, они довольно-таки сложные. Это не так, это все просто. Если кто думает, там, стрелять с автомата только надо, это не главное в армии. У каждого очень много будет, там, различных, очень много специальностей. Поэтому, особенно, мы с высшим образованием всегда стараемся направлять такие воинские части, где бы они использовали свое предначение. В электронной борьбе, связи, авиационные части, части аэродромного, технического обеспечения. То есть, это все, там, не так все просто. Обучение. Обучение такое же идет, так же идут занятия, классные, полевые. Если кто-то думает, что там только все что-то бегают, в поле, нет, очень серьезно. Все преподаватели, соответственно, офицеры, которые учились в академиях и преподают эти все вещи, это вот система обучения, к этому надо быть готовым. А вот здесь как раз я была в Оренбурге, когда мы сопровождали ребят до места службы, и там учебная часть, как раз касающаяся, очень интересная. И ребята, студенты, бывшие, говорят, мы думали, что все, мы сдали последний экзамен, и больше мы с этим никогда не столкнемся. А здесь, оказывается, целый день мы занимаемся, 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 потому что действительно начинает с утра и до вечера занятия в классах, потому что те же навекционные устройства, они очень сложные, и это нужно знать. Поэтому действительно очень серьезный отбор идет, прежде всего, чтобы обязательно образование было высшее, безусловно, желательно, чтобы оно соответствовало вот тем необходимым уровнем знаний, который вот в части дальнейшей службы им поможет. Поэтому там действительно очень серьезная подготовка идет. И вот этот, он сокращенно сегодня, служба, обучающий, да, квит-срок, потому что раньше-то это было, могло быть и полгода, и более, а сейчас надо за более короткий срок обучить и дальше, чтобы еще парень мог отслужить, а не только учился в учебной части. А вот в связи с тем, что ввели вот эти мобильные телефоны, разрешили пользоваться в армии, много чего изменится, как говорите, изменилось ли у самих молодых ребят отношение к армии? Как они с охоты идут теперь служить? Ну, это же целый, в общем, этап будем говорить. Ну, перешли на год. Все-таки в два раза меньше. Четко определились по тем, что нужно заниматься. Хозяйственные деятельности практически ноль, в основном занятия по боевой подготовке. Созданы условия по организации питания, размещения, я уже говорил, по форме одежды. Кроме вот этой поседневной формы одежды, каждый из вас получит, я к ребятам говорю, универсальную полевую форму одежды, ну, и самых лучших в мире. Она для всех регионов нашей много необъятной нашей Родины. Северные районы, есть и горные районы, есть там различная, есть система поддела и так далее. Очень хорошая форма. Берцы, они теперь не только летние, они сейчас и зимние берцы. С смехом. То есть, вот это все, все это продумано. Ну, естественно, отношение офицерского состава. Если, когда люди занимаются делом, вот я много даже на себе прошел, я их сам, в общем-то, экспериментировал, был там командиром батальона. Вот старался, чтобы вот все, что написано в расписании, вывешивается расписание занятий на каждую неделю, где расписано весь день. Занятия какие и так далее, потом после обеда, как правило, самоподготовка, чистка оружия, занятия спортом или какая-то культурно-массовая работа. Там какие-то выступают заместители командиров по воспитанию, там проводят всякие мероприятия. Они все расписаны. И если это все проводить минуту-минуту, тогда вообще служба проходит очень быстро, незаметно и в пользу. Вот сейчас вот именно вот такая армия. Вот такая армия. Ну, проведение учений, конечно, вы наверняка сейчас смотрите, очень много проводится различных учений. Вот очень интересно посмотреть, поучаствовать, переброски войск. Это кто попадет в УМФ, у нас ребята ходят и в Средиземное море. Тоже приглашаю, пожалуйста. Прямо сейчас тут же после передачи сейчас запишем. Не заберете. И никакие... Не заберете, а сами пойдут. Чего уж прямо там-то. У меня такой вопрос. Какая категория граждан подлежит призыву к службам в горячих точках? Вообще возможно ли это? И если, допустим, человек сам не хочет служить в горячих точках, но его отправляют, он как-то может избежать этого? Ну, горячие точки это такое название. Это вы имеете в виду там, где ведутся боевые действия? Ну, да. Можно так сказать. Не ну, а вот где боевые действия ведутся, да? Военнослужащие срочные службы в таких регионах не участвуют. У нас только один регион считается сейчас. Это Сирия. Там только военнослужащие по контракту. По зову своего сердца. О контракте мы тоже можем поговорить немного. Это, кстати, система комплектования, она сейчас уже стала больше, чем ребят по призу вооруженных сил. И, пожалуйста, вот у меня есть много примеров, когда ребята заканчивают высшее учебное заведение, не находят работу и идут на контракт. Кстати, чтобы идти на контракт, человеку с высшим образованием не надо служить. он может сразу идти по контракту. А какие есть привилегии? Давайте как раз... Привилегии по контракту как у офицера. Как у офицера. Он полностью все. Он может снимать квартиру, ему за это будет западная им даваться. Ему даются проездные документы к месту службы. Если за Уралом, то и к месту отдыха. Он на полном медицинском обеспечении. Через 6 лет он может по ипотеке получить квартиру. По ипотеке через 6 лет службы. Где бы на гражданке можно такие условия. Через 20 лет службы или если, к примеру, на Кавказе год за полтора идет, то есть в пересчете на 20 лет он получает пенсию. Соответственно, через 20 лет может... Это если летчиков был, они через 10 лет, через 12 лет, по-моему, получили. 30 лет пенсионеры уже. В Порференции очень большие кто служит по контракту. Ну и уровень зарплаты. Да, уровень зарплаты начинается с 20-22 тысяч. Я, насколько знаю, не всегда можно найти сразу же даже после окончания. Я уж не говорю об обеспечении питания полностью бесплатно. Есть ли какой-то процент? Но все равно чаще остаются после армии по контракту. Ну, у нас нет такого учета. Они, если призываются, то они уже учитываются в воинской части. А так мы более тысячи каждый год отправляем в республики. Пожалуйста, я приглашаю. Никаких проблем. Сергей Николаевич, тут еще надо сказать, что не только юноши, но и девушки. Я хотела как раз спросить. Да, да. Там надо соответствующие специальности иметь. Какие? Медицинские. Медицинские. Да, сам медицинские. То есть тогда девушка может идти по контракту. Да, связь. А так у нас, пожалуйста, у нас есть и военное училище, где учатся. Там даже на десантников, даже взвод в Рязанском воздушно-десантном училище есть, даже взвод девушек. Пенсион у нас есть. Ну, это он там, это как школьный вариант, как кадетское, как суворовское училище. В Санкт-Петербурге у нас в Академии связи есть взвод девушек. То есть у нас, в общем-то, идет направление такого тоже плана. Без этого никак. Вот такой вопрос. Как все-таки учитывается пожелание призывника служить в какой-либо вроде-то... Самое главное, чтобы оно было. Бывает так, что и вот он как бы в задумчивости. Саря Харисовна немножко, видите, улыбнулась. Вот мы уже пять лет ездим, выступаем по всем районам. Наверное, там уже за десятки тысяч мы обстреляем. 13 тысяч уже практически. После... Говорю, вот сейчас я выступлю, а теперь, ребята, после этого подходите, куда хотите идти. Ну, мы делали по-разному, но в целом я бы не сказал, чтобы... Активно так уж прямо много народу. Ну, по пять, ну, где-то так, в среднем три-четыре человека. Здесь Виталий. Не знаю, в чем причина. Пожалуйста, может быть, они стесняются меня как высокого начальника. Вот не верят. Хотя ни одного человека я не обманул. Ну, в принципе, вот такая вот просьба... Просьба, конечно, она учитывается на призывной комиссии. Но ведь самое главное, вот знаете, в чем, наверное, причина? Что он сам не готов к этому вопросу. Он... Если он... Сейчас подойдет мне, товарищ генерал, я хочу служить в ВДВ, да? Он наверняка же, наверное, уже почитал, что такое ВДВ, да? Знает. То есть, он готовится. А вот просто так сказать, я хочу служить ВДВ, а у тебя В-4, ну, зачем? Ради чего? Здоровье, естественно, невозможно. просто попиариться. Вот в этом, наверное, вся и загвоздка. И вот он начинает только думать, вот это, конечно, видимо, наверное, да, Сарик Харькович, вот это, вот он начинает только думать, когда его уже вызывают на призывную комиссию. И вот он начинает... Здесь важно... Мы работу это проводим, выступаем, и в школах выступаем. Важна еще сама фактура. Что ж такое вооруженные силы, из чего они состоят сейчас? Я не хочу даже здесь никаких экзаменов устраивать. Некоторые не знают, сколько у нас видов вооруженных сил. Какие они? Что это такое? Вот это надо, вот это надо, конечно, это все в работу проводить. Интересоваться самим. Ведь это... Российская армия, она ведь... Ну, у нас почти две таких армии в Соединенных Штатах. Ну, вот сейчас китайцы еще подтянулись. Которые имеют все направления видов вооружения, начиная там с космоса, там, под водой и все остальное. Есть же государства, даже полностью не могут себе обеспечить безопасность. И плюс мы еще сами практически все делаем. Да не сами. Сейчас нас еще подтянули немножко после всего. И мы... Все вооружение наше. Это очень много интересного. Надо это знать. ну, может быть, это и мой пробел, как у военного комиссара. Я, конечно, постоянно требую со своих подчиненных в этом вопросе. Ну, думаю, что, наверное, в этом причина. Пожалуйста, обращайтесь. Но если... Только чтобы ты был готов к этому. Морально-физический. Да, морально-физический. Некоторые, наоборот, пошлите мне подальше куда-нибудь. Я хочу посмотреть. Не, ну, а что, на самом деле, на Дальний Восток. Ну, кто был на Дальнем Востоке из Возе Сидящей? Был кто-нибудь? И никогда не будете, наверное. А так съедете за бесплатно, увидите, в течение года посмотрите. Я там, кстати, родился. Ничего страшного. Прекрасный край. Сергей Николаевич, вот вы как раз говорите о том, что, наверное, молодежь мало знает стоит вводить какие-то уроки патриотизма именно в школах, как раньше это было. У нас есть система основы военной службы, которая проводится в 9, 10, 11 классе. Там все это продумано. Вопрос там, как к этому относиться. Как к этому относиться. Я очень много выступаю и вот вижу, что просто от отношения преподавателей и так далее. Конечно, патриотическое воспитание в Советском Союзе было вообще было очень сильнейшее. Да, это было и оно давало свои плоды. И сейчас мы очень за это здорово взялись. И сейчас мы об этом очень много говорим. И те результаты, которые республика достигла, это благодаря тому, то, что мы проводим все эти мероприятия и в школах, и в высших учебных заведениях. И, естественно, оно свои плоды дает. Но мне, как руководителю, конечно, хочется еще больше. Это понятно. И я думаю, тут ничего страшного нет в этом вопросе. Но ясно, что кроме этих уроков он должен еще и свою профессию... Ну, я имею в виду... Вы рассказали про школу, да? Да. Ну, хотя бы подготовиться к ЕГЭ, как они вам бедные мучаются, как почитаешь, как это... Как каждая весна, каждое лето, как взятие Берлина, боже мой, про это ЕГЭ говорят. Так что, все это должно быть... От родителей очень много зависит. От родителей это самое главное, как они кладывают в свое ребенок душу в этом вопросе. А если там все спихивать на школу, школа на родителей, и вот так друг на друга интересные вещи получаются. И вот им ребенок один остается, не знаю, что делать. От многих таких вопросов. Вот сколько ветеранов у нас выступает, сколько вот этих праздников проходит. Это надо все смотреть, учиться и все. Я думаю, что в целом в России и в Татарстане у нас обстановка была очень положительной в этом вопросе. Больше, конечно, не помешает. Поэтому эти уроки, конечно, надо проводить, если это возможно. И, соответственно, это надо с Министерством образования решать. Саря Харисовна, сейчас вопрос к вам. Вот с какими вопросами обращаются к вам ребята или же их родители насчет службы в армии, если обращаются? Да, конечно, надо... Обращения есть, они не ежегодные. Ну, во-первых, мы сами инициируем эти обращения с учетом вот проведения совместно с военным комиссаром на заключенном соглашении по защите прав призывников. И вот в рамках соглашения в течение года мы работаем. Это вот сейчас вопрос задали. Это школа правовых знаний, например. Мы, уже Сергей Николаевич об этом говорил, порядка 13 тысяч за эти годы вот накануне осеннего и весеннего призыва мы встречаемся в муниципальных образованиях, с призывниками, их родителями. И мы говорим, что такое армия сегодня. Вот генерал именно рассказывает, какие округа ребята могут попасть, что сегодня такое вооружение, режим, значит, службы и так далее. Я же, с моей стороны, говорю о том, что мы видим в рамках правовой защиты, что делается сегодня в армии, действительно ли там ситуация меняется. Потому что мы ежегодно, посещая вооруженные силы, мы уже побывали во всех родах войск практически, во многих частях, это порядка 70 уже частей, я, мои сотрудники, мои помощники. Мы сопровождаем ребят до места службы, единственные, пожалуй, в Российской Федерации. Сегодня этот опыт, совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, рекомендовал всем субъектам Россия. И поэтому мы встречаемся с нашими ребятами уже, которые служат в армии, и мы видим их отношение к армии, видим их настроение. А в ходе, например, сопровождения мы видим тоже готовность каждого парня. Потому что физически это один вопрос, но очень должно быть важно, чтобы действительно морально был подготовлен молодой человек к службе. Если его длительное время родители дома, или он сам говорил, мы все сделаем, чтобы ты не служил, а в результате все-таки его призывают в армию, вы представляете, он внутренне не готов. И попадая в другую обстановку, это мужская такая компания, можно сказать, люди разного образовательного уровня, социального статуса. То есть это мужской коллектив очень серьезный, очень строгая, серьезная дисциплина, вот уже было сказано, каждая минута практически расписана. Не каждый к этому привык. В семье это, может быть, не было принято. Конечно, вот этот некоторый стресс, он все-таки, мне кажется, есть. И вот он влияет на общие, его социализация вот в эту новую среду. И вызывает порою, и на состояние здоровья иногда влияет. Некоторые очень часто начинают болеть. Там смена климата, тот же Дальний Восток, например. Или у нас есть области, где высокая влажность, сильные морозы. И начинают жаловаться, да, появляются жалобы от родителей, которые мамы переживают, что сын постоянно болеет, лежит в госпитале. Или, значит, в основном, это вопрос, конечно, здоровья. Вот вы сегодня уже говорили. Поэтому очень важно, когда молодой человек проходит медицинское освидетельство, не показать всю свою медицинскую карту, амбулаторную, рассказать о всех своих заболеваниях, чтобы на это обратили внимание врачи, которые проводят осмотр. Чтобы, если есть необходимость, провести дополнительное обследование. Так, чтобы по прибытии в армию потом не обнаружились вот эти болячки в ходе, вот я говорю, вот всех этих нюансов. У нас были такие примеры, когда мы приезжали, и в результате проявлялись такие заболевания, что нужно было сразу делать операцию какую-то. Но это стресс и у самого молодого человека, и эта ситуация очень сложная. У родителей, которые вот находясь здесь, они беспокоятся. Мы проводим телефон на горячей линии вместе с сотрудниками военного комиссариата республики во время призыва. Причем не один раз, дважды где-то. И в ходе одного дня вот наши специалисты, очень много звонков бывает, до 70-80 в течение дня, задаются самые разнообразные вопросы от молодых людей, родителей по касающейся призыва. И даются квалифицированные ответы. В случае необходимости мы просим написать письменное обращение с тем, что если это требует какого-то даже вмешательства. Ну и безусловно, значит, обращения бывают о переводе даже с одной части в другую часть. Но это вот, конечно, это не наш безусловный вопрос. Поэтому вот в ходе заключенных соглашения с военным комиссаром эти вопросы в конечном итоге рассматриваются, принимаются конкретные решения. Я вхожу в состав комиссии призывной республики, которая формируется по указу президента республики. А мои помощники во всех муниципальных образованиях входят в муниципальные комиссии. И они там также следят за тем, чтобы не нарушались права молодых людей во время прохождения призывной комиссии. Кстати, вот в призывной комиссии могут принимать участие и родители призывника по обращению, значит, председателя комиссии. Поэтому он тоже может там участвовать, слышать и слушать, каким образом это заседание проходит. Может быть, у ребят в студии есть как раз вопросы у тех, кто ослужил, или кому еще предстоит. Добрый день. Меня зовут Амаль. Мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Имеют ли право иностранные граждане служить у вас по контракту или вообще никак? Сейчас запретили. Запретили? Спасибо. Вы имеете в виду СНГ, конечно, да? Да. Запретили сейчас. Только после получения гражданства. То есть, вот я являюсь не гражданином России, я вот служил у себя, и чтобы получить здесь гражданство, потом я могу уже пойти по контракту тут служить. Да, конечно. Получая российское гражданство, мы тебя полностью проверим по всем вопросам, определим тебе любую часть, которую ты хочешь. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Меня Илья зовут. Я сейчас учусь на первом курсе, и после окончания я бы хотел продолжить, отслужить свой год, и дальше по контракту. Вот меня интересует, как заключается этот контракт. Слушай, а что ты вот на первом курсе? Ты хочешь прерывать учебу? Хочешь академический? Ну, я подумал, но хотелось бы дальше про контракт. Ну, еще три года, что ли, тебе учиться, получается, или сколько? Ну, еще три, да. Да, ну, вот, как говорится, как в том фильме, вот через 20 лет, и, говорит, и подумаем, что пропадет, театр или кино, боже мой. Конечно. Это один из самых лучших способов попасть на контракт. То есть ты остаешься в этой воинской части, в которой служил, знаешь все. Тебя оставляют на ту же должность, скорее всего, в которой ты и служил срочно. Это никаких проблем. Но это уже решается внутри воинской части. А так, не надо тебе служить, если ты хочешь сразу на контракт. Высшее образование дает, я еще раз говорю, право без службы в вооруженных силах, срочной службы, идти на контракт. Поэтому это тоже можешь иметь в виду. Вариантов много, или академические братья служить, но потом после этого тебе же надо закончить, высшее образование получить. После окончания естественного вуза надо. Ну, вот, наверное, такой путь самый простой. Окончить, пойти сразу по контракту, если ты хочешь. Если уж ты хочешь срочку служить, срочную службу, то тут вопросов нет. Я еще не сказал, заостряю внимание, многие, может, не знают, с 1 января 2014 года введен закон Российской Федерации, то, кто не ослужил в армии, на муниципальную федеральную службу не берется. Знаете об этом, да? Знаете или не знаете? Не знаю. Вот видите. Да. Это очень важный ответ. Чем мы удивляемся? Конечно. Вот я там сейчас спрошу, сколько у нас видов вооруженных сил. Никто не ответит. Вот мы удивляемся. Добрый день. Меня зовут Ренат. Я являюсь студентом третьего курса юридического факультета. У меня возник такой вопрос в связи с тем, что вы сказали, что примем федеральный закон. Люди, не ослужившие в армии, не могут поступать на федеральную или муниципальную службу. В связи с этим у меня возникает вопрос, а как же люди, которые в силу каких-либо причин, болезней, не могут служить в армию? Ну, понятно. ГАИД, то... То они не могут служить в Минске. Да, никто не будет. Никто их и не возьмет по здоровью, другие силовые структуры. Тут все продумано. А в городе юристы? Ну, юристы у нас. Вот этот вопрос вообще на факультете в группе остро обсуждается. Есть люди, которые в силу каких-либо... Они обсуждаются, потому что они, видимо, не особо хотят служить. Возможно. Вот пригласите меня. Я с ними со всеми поговорю. У меня два высших военных образования, я с ними по всем поговорю. Зачем само себя обманывать? Ну, есть закон. Вы, юристы, это все знаете. Зачем вы его обходите-то? Я не понимаю. Есть закон о, значит, обязательном прохождении службы. Ну, не обходим этот закон. Просто есть люди, которые в силу болезни не могут служить в армии. Пожалуйста. А что его обсуждать? Никто даже не заставляет. Никто не важно. Будучи юристами не считать, что их права отчасти ущемляются, что они не могут попасть в федеральную муниципальную службу. Я в связи с этим задал этот вопрос. Ну, я же сказал, никто не ущемляет. Никто не ущемляет. Надо разбираться с этим делом. Давайте фамилии. Кто? Фамилии. Мы разберемся. У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Да, поэтому... Ну, ладно. С фамилиями будем разбираться уже за кадром. На этом, друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Как обычно, к концу у нас такая бурная беседа развивалась. Ну, большое спасибо, что вы все пришли. Большое спасибо вам, ребята, что нашли время и пришли на нашу программу, поинтересовались насчет военной службы. Если, Амалья, у тебя есть такое желание отслужить здесь? У тебя Илья тоже. У тебя, Артем. Еще раз. Да, еще раз. И у вас есть зрители, которые посмотрят. Если есть вопросы, вы также можете вступить в дискуссию под нашим материалом. Спасибо, что, конечно, вы пришли. Увидимся с вами на следующей неделе. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Для вас его в виде Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. Всего доброго. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова